В прошлый раз мы с вами изучали движение заряженной частицы в электромагнитном поле. Ну и некоторое время назад было показано, что движение заряженной частицы массы М и заряда Е в произвольном электромагнитном поле может быть описано следующей функцией Лагранжа. Значит, это у нас будет кинетическая энергия, плюс некоторая добавка от электромагнитного поля. Соответственно, вот такая вот, где вектор А и функция φ зависят от координат и времени и связаны с электрическим и магнитным полем следующими равенствами. H равняется ротор А, а электрическое поле Е равняется минус единица на С, частная производная вектора А по времени, минус градиент функции φ. Соответственно, вектор А и функция φ называются потенциалами электромагнитного поля. Ну и если мы хотим описать движение заряженной частицы в электромагнитном поле, то в первую очередь необходимо вот эти вот уравнения решить, из них найти векторный и скалярный потенциалы, после чего подставить результат в функцию Лагранжа. Ну, в частности, если, скажем, мы рассматриваем движение в постоянном однородном магнитном поле, ну, например, h равняется некоторая величина h круглая, которая есть постоянная величина, умножить на EZ. Давайте напишем, где h круглая, равняется константа, то в этом случае векторный потенциал может быть выбран в виде 1, 2 векторное произведение h на радиус вверх. Ну, естественно, когда вот это вот выражение пишется, конечно, значит, поле подразумевается, что должно быть постоянное и однородное, ну, например, вот такое. Хорошо, значит, в этом случае, опять же, в прошлый раз было показано, что вот это вот слагаемое, E, C, R с точкой, ну, оно же скорость, естественно, на А, но, ну, скажем, в цилиндрических координатах может быть записано вот таким вот образом. Значит, стрелочка означает, что в данном случае рассматривается вот такое вот постоянное однородное магнитное поле, направленное по оси Z. Ну, и, соответственно, вот это вот выражение в этом случае превращается в следующее. E разделить на 2C, вот это вот постоянное h, которое вот здесь вот фигурирует, R квадрат, F с точкой. Хорошо, ну, собственно, все это вот у нас в прошлый раз уже было, и даже некоторую задачу мы решили на применение вот этих вот формул. Ну, давайте рассмотрим теперь еще один пример. Давайте с вами решим следующую задачу. Предположим, что у нас есть кольцо радиуса R большое, по которому скользит бусинка массы M и заряда E. Значит, само это кольцо вращается вокруг вертикальной оси Z с постоянной угловой скоростью омега. При этом будем предполагать, что есть у нас поле силы тяжести и постоянное однородное магнитное поле, направленное вдоль оси Z. Значит, задача заключается в том, чтобы построить для данной системы функцию Лагранжа и найти закон движения в квадратурах. Ну, прежде всего, для того, чтобы построить функцию Лагранжа, нужно, естественно, вначале выбрать некоторый набор обобщенных координат, то есть некоторых параметров, которые однозначно характеризуют положение рассматриваемой системы. Ну, в данном случае совершенно очевидно, что положение бусинки на окружности может быть охарактеризовано одним-единственным параметром, в качестве которого, ну, можно взять, например, вот этот вот угол, который мы обозначим буквой Т, это угол между осью Z и радиусом вектором. Вот, и понятно, что система, естественно, будет иметь одну степень свободы, и поэтому достаточно одной-единственной обобщенной координаты. Хорошо, теперь, чтобы найти закон движения в квадратурах, естественно, вначале нужно написать функцию Лагранжа. Ну, и в качестве заготовки для функции Лагранжа мы возьмем следующее выражение. Значит, прежде всего это будет МР с точкой в квадрате пополам. Теперь будет добавка от электромагнитного поля. Я напишу вот это вот первое слагаемое. Ну, а что касается вот этого вот второго слагаемого, то его я писать не буду, поскольку в данном случае магнитное поле не зависит от времени, и, кроме того, электрическое поле отсутствует. Как мы с вами раньше видели, в этом случае скалярный потенциал электромагнитного поля просто оказывается равным нулю, поэтому, соответственно, я его писать не буду. Однако, в данном случае у нас еще имеется поле силы тяжести, и поэтому, конечно, в функцию Лагранжа необходимо включить потенциальную энергию, которая связана вот с наличием силы тяжести. Хорошо, теперь, естественно, это выражение в качестве функции Лагранжа не годится. Это есть только некоторая заготовка для нее. И дальше нам потребуется вот это вот выражение выразить через обобщенную координату тету и ее производную по времени. Хорошо, в данном случае, если мы хотим написать скорость, то понятно совершенно, что она будет складываться из двух частей. Во-первых, у нас вот это кольцо вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью омега, и, стало быть, есть некоторая компонента скорости вот этой вот частицы, которая будет направлена в доску. Ну и, кроме того, угол тета у частицы может меняться, поэтому существует какая-то компонента скорости, направленная по касательной к этому кольцу. Ну, естественно, значит, достаточно очевидно, что если я напишу квадрат компоненты скорости, которая направлена по касательной кольцу, то у меня получится r в квадрате умножить на тета с точкой в квадрате. Кроме того, есть еще компоненты скорости, направленные в доску, связанные с тем, что кольцо вращается с угловой скоростью омега. Ну и совершенно понятно, что в данном случае квадрат этой компоненты может быть записан следующим образом. Как омега квадрат умножить на квадрат расстояние от частицы до оси вращения, ну, то есть плюс r в квадрат синус в квадрате тета на омега в квадрате. Таким образом, вот у нас получилось первое слагаемое. Теперь следующее, вот это вот слагаемое. Поскольку магнитное поле у нас является постоянным и однородным, то мы можем взять вот это вот выражение и подставить его в эту формулу. Но при этом, естественно, надо учесть, что ρ – это есть фактически цилиндрическая координата, которая в данном случае представляет собой расстояние от частицы до оси вращения, то есть вот это расстояние фактически равняется ρ. Ну, а φ с точкой – это есть не что иное, как омега. Поэтому, соответственно, вот из второго слагаемого остается следующее выражение. EH разделить на 2С, r квадрат синус квадрат тета, в конце концов, понятно, что это ρ должно быть, естественно, выражено через обобщенную координату тета, ну, умножить, соответственно, на омега. Ну, и, наконец, последнее, что нужно написать, это с обратным знаком потенциальную энергию в поле силы тяжести. Ну, потенциальная энергия в поле силы тяжести – это есть масса умножить на g и на высоту подъема, поскольку в данном случае у нас материальная точка рассматривается. В качестве нулевого уровня мы возьмем центр этого кольца, ну, и тогда высота будет равна r умножить на косинус тета. И поэтому добавка в функцию Лагранжа, связанная вот с наличием потенциальной энергии, будет минус mgr косинус тета. Вот, соответственно, получилось уже окончательное выражение для функции Лагранжа рассматриваемой задачи. Ну, и дальше нам необходимо найти закон движения в квадратурах. Как это сделать, мы уже хорошо понимаем. Для того, чтобы найти закон движения в квадратурах, необходимо построить такое количество интегралов движения, сколько есть в задаче степеней свободы. В данном случае у нас есть одна степень свободы, поэтому нам вполне достаточно будет найти один-единственный интеграл движения, который, в общем-то, совершенно очевиден по функции Лагранжа. Мы с вами уже знаем, что если функция Лагранжа явно не зависит от времени, то есть фактически в функции Лагранжа отсутствует буква t, то соответствующей сохраняющейся величиной в таком случае оказывается обобщенная энергия. И определение этой обобщенной энергии следующее. Мы должны взять сумму по всем обобщенным координатам, Q и t с точкой, производная функции Лагранжа по Q и t с точкой, минус функция Лагранжа. В рассматриваемом случае это выражение будет записываться следующим образом, поскольку у нас единственная обобщенная координата θ, то сумма будет состоять из одного единственного слагаемого, и, соответственно, выражение для энергии будет записываться следующим образом. Давайте мы еще раз потренируемся вычислить вот такую вот величину по определению. Хорошо. Вначале пишем вот это вот θ с точкой, потом дифференцируем функцию Лагранжа по θ с точкой. Ну, θ с точкой есть только вот здесь, а θ по θ с точкой не дифференцируется, поэтому, соответственно, вот это вот производная будет записываться как m r квадрат θ с точкой. Ну, и дальше необходимо вычесть все вот это вот достаточно длинное выражение для функции Лагранжа. m пополам r квадрат θ с точкой в квадрате плюс r квадрат синус квадрат θ омега в квадрате, так, круглая скобочка закрывается, плюс e h разделить на 2c, r квадрат синус квадрат θ омега минус mg r косинус θ. Так, и квадратная скобочка снова закрывается. Хорошо, теперь мы видим, что вот это вот слагаемое, оно очень похоже на вот это, вот разница будет только в коэффициенте, и поэтому, если привести подобные слагаемые, то результат будет записываться следующим образом. Так, вот эти вот суммы двух подчеркнутых слагаемых, теперь минус m пополам r квадрат синус квадрат θ омега квадрат, минус вот этот вот, e h на 2c r квадрат синус квадрат θ омега, и плюс mg r косинус θ. Вот, ну и поскольку функция Лагранжи явно не зависит от времени, то, как я уже говорил, эта величина является постоянной, не меняется с течением времени, соответственно, мы можем написать, что это константы. Хорошо, при этом стоит обратить внимание на следующее обстоятельство. Ну, очень часто говорится, что там функция Лагранжи – это кинетическая энергия минус потенциальная, а там энергия – это кинетическая плюс потенциальная. На самом деле, ну, это не всегда так, только в каких-то самых простейших случаях. Потому что давайте посмотрим внимательно вот на выражение для функции Лагранжа и сравним его с выражением для обобщенной энергии. Мы видим, что вообще говоря, ну, если так стандартно считать, что кинетическая энергия – это есть mv квадрат пополам, то, собственно, вот это вот слагаемое, оно дает вот этот вот вклад. И функции Лагранжа, соответственно, здесь знак плюс, здесь знак плюс. А вот если мы посмотрим на соответствующие слагаемые в обобщенной энергии, то мы увидим, что вот здесь вот знак плюс, а вот здесь вот знак минус. Поэтому, вообще говоря, ну, вот здесь вот, скажем, выражение mv квадрат пополам явно не получается. На самом деле, более правильное правило заключается в том, что если в функции Лагранжа есть какие-то слагаемые квадратичные по обобщенным скоростям, то есть, другими словами, по производным обобщенных координат по времени, то такие слагаемые при переходе от функции Лагранжа к обобщенной энергии не меняются. А те слагаемые, которые не содержат обобщенных скоростей, те при переходе от функции Лагранжа к обобщенной энергии просто меняют знак. И вот если это правило использовать, то, естественно, можно вообще говоря, по вот этой вот функции Лагранжа построить обобщенную энергию, ну, ничего не вычисляя, собственно, не проделывая все вот эти вот действия. Ну, хорошо. Теперь, после того, как у нас есть интеграл движения, естественно, можно очень легко написать закон движения в квадратурах. И для этого необходимо из закона сохранения обобщенной энергии выразить величину θ с точкой, соответственно, θ с точкой, она же ДТТОДТ будет равняться плюс-минус, достаточно будет длинный сейчас корень написан, 2 разделить на МР квадрат, скобочка, Е, так, плюс М пополам, Р квадрат синус квадрат тета омега квадрат плюс Е, А, разделить на 2С, Р квадрат синус квадрат тета омега. Так, ну вот корень настолько длинный, что на одной строчке не поместился, поэтому вот здесь вот будет его продолжение. Так, косинус тета, так вот корень тянется, тянется отсюда, потом вот здесь вот заканчивается, еще надо не забыть закрыть вот эту вот квадратную скобочку. Так, ну вот, соответственно, получился вот такой вот длинный корень, понятно, каждый раз его переписывать не очень хочется, поэтому, ну, как обычно, мы вводим для него обозначение корень из F от тета, где F от тета – это вот это вот подкоренное выражение, ну, после чего стандартным образом проводится разделение переменных, и закон движения в квадратурах записывается вот таким вот образом. Д тета разделить на корень из F от тета, ну, где F от тета, понятно, что такое. Ну, и, естественно, начальные условия, они у нас входят вот сюда, и, кроме того, из начальных условий, естественно, определяется значение интеграла движения Е. Хорошо, таким образом, вот эту вот задачу мы решили. Еще раз вспомнили, как нужно, значит, исследовать систему при наличии электромагнитного поля. Ну, пока что у нас поле было постоянное, однородное, но на самом деле, конечно, далеко не всякое поле является постоянным и однородным, и поэтому, конечно, было бы желательно уметь исследовать движение частиц в каких-то более сложных полях. Ну, и давайте сейчас мы попробуем один такой пример рассмотреть. Давайте мы предположим, что у нас есть частица массы M, заряда Е, которая движется в следующем магнитном поле. Значит, H, оно у нас будет направлено по оси Z, и, соответственно, равняться, значит, некоторая константа H круглая, умножить на экспоненту в степени минус ρ квадрат разделить на А квадрат, где ρ – это цилиндрическая координата, а А – некоторая также постоянная величина. Ну, на всякий случай, напишем, что H также есть константа. Значит, задача будет заключаться в следующем. Необходимо будет построить функцию Лагранжа, описывающую движение вот этой заряженной частицы в таком поле и найти соответствующие интегралы движения. Хорошо, как в этом случае необходимо поступать? Понятно совершенно, что это поле уже не является постоянным и однородным, и поэтому в этом случае необходимо решить уравнение H равняется ротор А. Хорошо, с одной стороны мы пишем магнитное поле. Это будет у нас EZ, H на E в степени минус ρ квадрат разделить на А квадрат. Поскольку это выражение, в конце концов, написано в цилиндрических координатах, то, наверное, наиболее естественно будет решать вот это вот уравнение с использованием цилиндрических координат. Ну, а стало быть, необходимо в цилиндрических координатах написать выражение для ротора. Оно было получено в одном из математических курсов и имеет следующий вид. Единица на ρ, здесь стоит E ρ, потом ρ E φ и EZ. теперь здесь будет d по d ρ, d по d φ, d по dZ, а ρ, ρ А φ, АZ. Ну, естественно, вот эти вот прямые скобки, они означают, что берется определитель. Хорошо, естественно, это векторное уравнение, и проектируя его на вектора локального базиса в цилиндрических координатах, мы получаем три уже уравнения, не содержащих вектора. Вот, и давайте мы эти уравнения сейчас напишем. Хорошо, давайте начнем с нетривиального уравнения, которое получается при проектировании вот этой вот формулы на EZ. Тогда с этой стороны у нас останется, значит, H E в степени минус ρ квадрат разделить на А квадрат. А с другой стороны, ну, давайте посмотрим, значит, вот если я смотрю на коэффициент при EZ, вначале у меня будет единица на ρ, потом, следующее идет d по d ρ от ρ А φ, минус, ну, дальше будет, соответственно, d по d φ от А ρ. d А ρ по d φ. Так, это будет одно уравнение. Теперь все остальные уравнения, которые соответствуют, значит, проекциям на E ρ и E φ, они будут иметь нулевую левую часть, поскольку вот здесь присутствует только вектор EZ, и отсутствуют E ρ и E φ. Поэтому, соответственно, если я пишу, скажем, уравнение, которое получается при проектировании на ρ, с этой стороны у меня будет 0. Кроме того, я могу, в общем-то, игнорировать вот этот вот коэффициент, поскольку с этой стороны 0, ну, и посмотреть просто, какой коэффициент будет при E ρ, вот в этом определителе. Соответственно, будет d АZ по d φ, d АZ по d φ, так, минус d по dZ, d по dZ от ρ А φ. Так, проверяем. Значит, E ρ, d по d φ от АZ, d по dZ от ρ А φ. Хорошо, так, ну, и, наконец, последнее уравнение. Так, ну, давайте, наверное, уже здесь придется написать. Значит, 0 равняется. Это будет у нас, соответственно, значит, коэффициент при E φ. Опять же, я могу игнорировать там всякие коэффициенты, знаки, возникающие здесь, поскольку с этой стороны у меня стоит 0. Ну, и получится, соответственно, значит, d АZ по d ρ, минус d А ρ по dZ. Хорошо, вот получилась система вот такая вот из трех уравнений. Как мы с вами уже когда-то говорили, значит, она либо вообще не имеет решения, либо имеет бесконечное число решений, которые отличаются друг от друга на прибавление градиента произвольной функции. Ну, и поэтому, конечно, если мы хотим найти, ну, хотя бы одно из решений, ну, можно как-то попытаться, так сказать, вот этот вот произвол зафиксировать. Ну, и, скажем, глядя на вот эту вот систему уравнений, мы видим, что компонента АZ входит только в те уравнения, у которых в левой части стоят нули. Поэтому, ну, наверное, было бы, естественно, попробовать, по крайней мере, положить АZ равное нулю. Значит, в этом случае вот этого слагаемого не будет, и вот этого слагаемого не будет. Ну, если вдруг у нас решить вот эту вот систему не получится, ну, придется отказаться от этого условия, но мы, по крайней мере, попробуем вот так вот сделать. Ну, хорошо. Кроме того, давайте сразу же, чтобы вот это уравнение у нас автоматически выполнялось, ну, давайте и АРО тоже попробуем положить равным нулю. Ну, не получится, значит, не получится. Придется от этого условия отказаться. А если решится, то, соответственно, все будет хорошо. Значит, в этом случае, если АРО равняется нулю, вот это вот уравнение будет полностью выполняться, и про него можно забыть. Кроме того, вот это вот слагаемое тоже исчезает. Ну, и после этого можно попытаться проинтегрировать вот это вот уравнение. Значит, давайте посмотрим, как это делается. Итак, что у нас получается? У нас получается, что РО на HЕ в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат будет равняться ДО ДРО от РО АФИ. Хорошо, интегрируем. Соответственно, РО АФИ будет равняться, давайте я здесь напишу неопределенный интеграл, ДРО так РО АШЕ в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Ну, в принципе, конечно, здесь константа интегрирования какая-то может быть. Вот. Но я ее писать не буду, поскольку на самом деле, так сказать, скажем, константа интегрирования, как можно показать, она на самом деле будет просто соответствовать вот этому вот калибровочному произволу, будет частным случаем, когда, соответственно, к вектору потенциалу А прибавляется, значит, градиент некоторой функции. Хорошо, ну давайте, собственно, возьмем вот этот вот интеграл, а константу выберем наиболее удобным нам способом. Понятно, что здесь я могу вот так вот написать, что это будет 1 вторая ДРО в квадрате, АШЕ в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Так, и, собственно, если этот интеграл вычислить, то получается следующее. минус А квадрат АШ разделить пополам на Е в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Ну, если так мысленно продифференцировать по РО квадрат, знак минус сократится, А квадрат сократится, и вроде бы получается то, что стоит вот там. Ну, вообще говоря, плюс константа надо было бы написать. Вот, но, значит, вот это вот плюс константу, значит, я писать здесь не буду, выберу вот эту константу равную нулю, ну, так, чтобы получить наиболее удобный для меня результат. Хорошо, таким образом отсюда мы получаем, что компонента АФИ будет равняться минус А квадрат АШ разделить на 2 РО на Е в степени минус РО квадрат поделить на А квадрат. И в этом случае вот для такого значения АФИ у меня будет выполняться вот это вот уравнение. Ну, кроме того, у нас есть еще вот это вот уравнение. Ну, как ни сложно сообразить, вот, в конце концов, РО АФИ, вот у нас оно есть. Мы видим, что от координаты Z это выражение не зависит, поэтому его производная по Z будет равняться нулю, и, соответственно, вот это вот оставшееся второе уравнение будет также выполняться. Тем самым мы получаем, что если мы векторный потенциал электромагнитного поля выбираем вот в таком вот виде, то все вот эти вот три уравнения будут выполняться. Ну, или же более удобно, наверное, записать вот этот вот векторный потенциал. Следующим образом, соответственно, вектор А будет равняться, поскольку у него отлично от нуля только компонента ФИ, то, естественно, значит, он будет пропорционален вектору локального базиса ЕФИ. Ну, и дальше, собственно, то, что там стоит. А квадрат H разделить на 2 РО Е в степени минус РО квадрат разделить на А квадрат. Хорошо, таким образом вот мы решили, соответственно, уравнение для векторного потенциала. Ну, вообще говоря, вообще говоря, также не помешало бы найти и скалярный потенциал электромагнитного поля. Он, собственно, определяется уравнением Е равняется минус единица на С ДА по ДТ минус градиент ФИ. Значит, при этом электрическое поле у нас по условию задачи отсутствует. Вот, и кроме того, вот этот вот векторный потенциал, он внутри себя букву Т не содержит, и поэтому его частная производная, а вот здесь стоит именно частная производная по времени, будет равна нулю. Если была бы полная производная, которая обозначается прямой буквой Д, ну, тогда пришлось бы дифференцировать там ФИ и РО, которые присутствуют в этом выражении. ФИ там присутствует внутри вектора локального базиса. Вот здесь есть РО еще явно выписанное. Вот. Но в данном случае производная частная, поэтому это просто ноль. Ну, и естественно, что самым простым решением уравнения, которое здесь получается, будет просто ФИ равняется нулю. Хорошо. Значит, таким образом у нас есть векторный потенциал, у нас есть функция Лагранжа, которую можно записать вот таким вот образом, плюс ЕСВ на А минус ЕФИ. Мы только что показали, что скалярный потенциал ФИ будет равен нулю, поэтому вот этой вот у нас штуки не будет. Соответственно, значит, векторный потенциал А у нас равняется ЕФИ на минус А квадрат H разделить на 2 РО, Е в степени минус РО квадрат на А квадрат, а скорость у нас будет записываться в цилиндрических координатах следующим образом, РО с точкой плюс ЕФИ РО ФИ с точкой плюс ЕЗ на З с точкой. Подставляем эти величины в функцию Лагранжа. Вначале у нас будет квадрат скорости в цилиндрических координатах. РО с точкой в квадрате плюс РО квадрат ФИ с точкой в квадрате плюс З с точкой в квадрате. После этого надо вычислить вот это вот скалярное произведение. Значит, в нем будет присутствовать, естественно, вклад только от вот этой вот компоненты скорости, поскольку вектор ЕФИ ортогонален вектору ЕРО и ортогонален вектору ЕЗ. Соответственно, значит, вычисляя это скалярное произведение, учитывая наличие вот этого ЕКС, мы получаем следующий результат. ЕА квадрат H разделить на 2СРО на Е в степени минус РО в квадрате на А в квадрате и умножить вот на эту величину, на РО ФИ с точкой. Соответственно, РО сокращается, ну и окончательное выражение для функции Лагранжа запишется следующим образом. М пополам, РО с точкой в квадрате плюс РО квадрат ФИ с точкой в квадрате плюс З с точкой в квадрате минус ЕА квадрат H разделить на 2СРО сократилось, Е в степени минус РО квадрат на А квадрат ФИ с точкой. Хорошо, вот у нас есть окончательное выражение для функции Лагранжа в этой задаче. И если мы хотим теперь найти закон движения в квадратурах, то нам необходимо построить по вот этой вот функции Лагранжа три интеграла движения. Ну давайте посмотрим, как это можно сделать. Значит, ну во-первых, мы видим, что функция Лагранжа явно не зависит от Z, то есть Z является циклической координатой. Вот здесь вот есть зависимость от Z с точкой, но самого Z без точки в функции Лагранжа нет. Поэтому сохраняющейся величиной будет PZ равная DL по DZ с точкой, и которая равна MZ с точкой. Ну и поскольку это интеграл движения, то это будет постоянная величина. Точно так же второй циклической координатой будет являться ФИ, и, соответственно, сохраняющейся величиной, соответствующей циклической координате ФИ, будет компонент импульса вдоль ФИ, который вычисляется вот по этой формуле. Соответственно, дифференцируя, вот здесь вот мы получаем MРО в квадрате ФИ с точкой, а дифференцируя еще вот это вот слагаемое, мы получаем минус EА квадрат H разделить на 2С, на E в степени минус РО квадрат разделить на А в квадрате, и это у нас будет, соответственно, ПФИ. Ну, кроме того, еще одной сохраняющейся величиной, очевидно, будет обобщенная энергия, которая будет сохраняться, поскольку функция Лагранжа в данном случае, очевидно, не зависит от времени, то есть буквы Т в этом выражении нету. Ну и давайте мы вот эту вот недостающую третью сохраняющуюся величину еще раз попробуем посчитать по определению. Хорошо, давайте вспомним, как у нас определялась обобщенная энергия. Соответственно, значит, в данном случае у нас есть 3 обобщенные координаты, поэтому, значит, обобщенная энергия будет принимать следующий вид. ДЛ по ДФИ с точкой плюс З с точкой ДЛ по ДЗ с точкой минус функция Лагранжа равняется. Хорошо, РО с точкой. ДЛ по ДРО с точкой это, соответственно, будет МРО с точкой. Теперь плюс ФИ с точкой, ДЛ по ДФИ с точкой, это вот оно, это фактически компоненты ПФИ. Поэтому здесь будет МРО квадрат ФИ с точкой минус ЕА квадрат H разделить на 2С Е в степени минус РО квадрат на А квадрат. Теперь плюс З с точкой умножить на МЗ с точкой. И минус функция Лагранжа минус М пополам, РО с точкой в квадрате плюс РО квадрат ФИ с точкой в квадрате плюс З с точкой в квадрате и плюс теперь уже ЕА квадрат H разделить на 2С Е в степени минус РО квадрат на А квадрат на ФИ с точкой. Хорошо, давайте посмотрим на это выражение. Что здесь у нас получается? Во-первых, мы видим, что вот это слагаемое просто сократится вот с этим. Кроме того, вот это слагаемое похоже на вот это, вот это слагаемое похоже на вот это, и, наконец, вот это слагаемое похоже на вот это. Ну, после того, как мы приведем подобные слагаемые, мы получим следующее выражение для обобщенной энергии. Таким образом, третья сохраняющаяся величина в данном случае будет иметь следующий вид. Значит, обобщенная энергия есть М пополам, РО с точкой в квадрате плюс РО квадрат ФИ с точкой в квадрате плюс ЗЭП с точкой в квадрате. Ну, и поскольку это сохраняющаяся величина, то, естественно, равно константа. Ну, и здесь тоже, конечно, ФИ также будет равен константу. Таким образом, значит, мы по функции Лагранжа построили три сохраняющиеся величины, и таким образом задачу в квадратурах, в принципе, можем решить. Ну, вот в этой задаче я, наверное, квадратуры, значит, вычислять не буду, поскольку дальше мы будем решать очень похожую аналогичную задачу, в которой мы напишем, во-первых, сами квадратуры, а во-вторых, эти квадратуры до конца вычислим. Вот, а в этой задаче мы на этом остановимся, потому что понятно, что по трем интегралам движения, естественно, значит, закон движения в квадратурах найти, безусловно, можно. Так, ну, хорошо. Значит, вот мы решили вот такую вот задачу, в которой магнитное поле не является постоянным и однородным. Давайте теперь рассмотрим, ну, чуть более экзотический пример, также в случае, когда поле не является постоянным и однородным. Значит, это так называемое поле магнитного монополя. Значит, в этом случае магнитное поле у нас имеет следующий вид. g r разделить на r путь. Ну, фактически, магнитный монополь, это и есть магнитный заряд, и величина этого магнитного заряда равна g. g. Ну, собственно, вот такое вот довольно экзотическое поле. В принципе, магнитные заряды вроде как в электродинамике не должны существовать, но на самом деле этот вопрос очень тонкий, и существование таких частиц обсуждается в настоящее время, не исключено, что они действительно существуют. Вот, но тем не менее, если, значит, допустим, не верить в какую-то экзотику, то такое магнитное поле, оно может быть реализовано, если взять достаточно длинный тонкий соленоид, и тогда где-то вблизи конца этого соленоида, на расстояниях, которые много меньше длины соленоида с одной стороны, но с другой стороны много больше, чем толщина соленоида, ну, магнитное поле будет иметь примерно такой вид. Хорошо, значит, и задача наша будет заключаться в том, чтобы попробовать описать движение заряженной частицы, массы m и заряда e, вот в таком вот магнитном поле. Ну, как обычно, естественно, для этого первым шагом необходимо решить уравнение H равняется ротор А, но здесь, вообще говоря, может возникнуть некоторая проблема. Значит, дело в том, что для того, чтобы решение уравнения H равняется ротор А существовало, необходимо, чтобы дивергенция магнитного поля равнялась бы нулю. Ну, поскольку дивергенция любого ротора, она, естественно, будет равняться нулю. Хорошо, но с другой стороны, значит, дивергенция вот такого поля, она нулю не равна. Давайте попробуем разобраться, что же здесь все-таки происходит. Ну, прежде всего, давайте мы с вами попытаемся формально вычислить дивергенцию вот этого вот магнитного поля. Значит, дивергенция GR разделить на R в кубе будет равняться набло GR разделить на R в кубе. Используя стандартные правила для дифференцирования, мы можем написать следующее, что это будет набло R единица на R в кубе плюс GR набло единица на R в кубе. Равняется. Значит, дивергенция радиуса вектора, это dx по dx плюс dy по dy плюс dz по dz, это просто число 3. Поэтому первое слагаемое будет равно вот этому. Второе слагаемое вычисляется по формуле дифференцирования сложной функции. Это будет GR минус 3 единица на R в четвертой умножить на набло R. Вот, это я использовал формулу для производной сложной функции. Кроме того, есть вот такая вот достаточно известная формула, что набло R равняется R разделить на R. Для того, чтобы ее доказать, ну, можно, например, рассмотреть Декартову проекцию вот этого вот вектора. Она будет равна D по dx от R, равняется D по dx, корень квадратный из x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Это есть модуль радиуса вектора. И, соответственно, есть 2x разделить на 2 корень квадратный из x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. Двойки в данном случае сокращаются, равняется x разделить на R. Ну и мы действительно получаем Декартову проекцию второй, правой части этого выражения. Поэтому дивергенция H с помощью, значит, вот этой вот формулы может быть записана следующим образом. 3g разделить на R в кубе минус 3g, R, единица на R в четвертой, R разделить на R. Ну, снизу будет R в пятой, а сверху будет R квадрат. Поэтому мы получаем, что это будет 3g разделить на R в кубе минус 3g разделить на R в кубе равняется нулю. Поэтому, вроде как, дивергенция вот этого магнитного поля все-таки оказывается равной нулю. Но, значит, тонкость заключается в том, что вот это вот равенство будет справедливо всегда, когда радиус вектор отличен от нуля. А на самом деле в точке R равная нулю дивергенция H все-таки нулю равна не будет. Ну, действительно, давайте попробуем рассмотреть интеграл по всему пространству от дивергенции H. Равняется интеграл по dV, соответственно, значит, дивергенция GR разделить на R в кубе равняется, значит, воспользуемся теоремой Гаусса, будет интеграл по dS от GR разделить на R в кубе, и интеграл берется по поверхности, которая ограничивает все трехмерное пространство, ну, которую можно себе мыслить как сферу некоторого бесконечно большого радиуса. Ну, естественно, в этом случае вектор dS будет направлен с радиусом вектором, поэтому, соответственно, это можно написать вот таким вот образом, dSG разделить на R квадрат, и, собственно, поскольку вот это подинтегральное выражение не зависит от углов, то интеграл вычисляется, и получается, что результат будет равен 4π умножить на магнитный заряд G. Понятно, что если бы дивергенция H всегда была бы равна нулю, то ненулевой результат для интеграла, ну, он бы заведомо не получился. Поэтому, конечно же, дивергенция H, она нулю не равна, а будет равна 4π умножить на G и на дельта-функцию от R, ну, где дельта-функция равна нулю всюду, кроме точки R равной нулю, а в точке R равной нулю она бесконечна, причем бесконечность нормирована таким образом, что интеграл от этой дельта-функции будет равен единице, ну, естественно, по объему трехмерного пространства. Хорошо, таким образом, вообще говоря, значит, дивергенция H нулю все-таки не равна. Хорошо, поэтому, вообще говоря, совсем не очевидно, что решение уравнения H равняется ротор A существует. Но, тем не менее, давайте все-таки попробуем это уравнение решить, ну и посмотрим, вдруг что-нибудь хорошее из этого получится. Соответственно, вот мы пишем это уравнение. Дальше, вспоминая, что вектор локального базиса в сферических координатах это будет R с вектором разделить на R, мы можем выражение для магнитного поля записать вот таким вот образом, как ERG разделить на R в квадрате. Ну и, естественно, поскольку здесь, очевидно, наиболее удобным выбором будут являться сферические координаты, то и выражение для ротора также нужно будет написать в сферических координатах. Соответственно, значит, оно было получено в каком-то, опять же, из математических курсов и выглядит следующим образом. Значит, здесь вот такой вот множитель, здесь, соответственно, вот такие вектора стоят, здесь будет d по dR, d по dθ, d по dφ, здесь будет aR, R, aθ, R sinθαφ. Хорошо, ну и точно так же, как и в прошлый раз, необходимо превратить это векторное уравнение в три скалярных уравнения. Соответственно, значит, берем коэффициент при ER. Соответственно, значит, будет с левой стороны G разделить на R квадрат, а с правой стороны R квадрат sinθ на скобочку d по dθ от R sinθαφ минус d по dφ от Rαθ. Так, скобка одна закрывается, вторая закрывается. Теперь два оставшихся уравнения будут иметь, очевидно, нулевую левую часть, поэтому можно игнорировать вот этот вот множитель, ну и вот эти вот множители тоже. Соответственно, если я рассмотрю проекцию вот этого уравнения на Eθ, то у меня, ну, с точностью там до несущественного множителя и до знака будет получаться следующее. Значит, d по dR от R sinθαφ минус dAR по dφ равняется нулю. И, наконец, проекция на Eφ, ну, опять же, там с точностью до несущественного множителя, будет выглядеть таким образом. d по dR от Rαθ минус dAR по dθ. Вот таким образом вот это вот векторное уравнение сводится вот к такой вот системе. Хорошо, давайте попробуем решить эту систему. Как обычно, в начале мы замечаем, что вектор AR входит только в уравнение с нулевой левой частью, и поэтому давайте мы с вами попробуем наложить дополнительное условие AR равное нулю. Тогда вот это вот исчезнет. Теперь третье уравнение будет выполняться в том случае, если я также положу от это равное нулю. Ну, давайте опять же предположим, что так и есть. Тогда вот этого слагаемого не будет, а третье уравнение вот этой системы будет выполняться автоматически. После этого попробуем решить вот это вот нетривиальное первое уравнение. Значит, в принципе, можно достаточно легко проинтегрировать по θ, с учетом того, что R² слева и справа сокращается. В данном случае у нас получится, что G умножить на синус θ будет равняться D по D θ от R sin θ афи. Значит, если я проинтегрирую по θ, у меня получается, что константа минус G косинус θ будет равняться R sin θ афи. Так, ну и константу я выберу таким образом, чтобы магнитный заряд можно было бы вынести за скобку. То есть афи у меня будет равняться единица на R sin θ. Дальше G, выношу его за скобочку, а константу, ну, представляю в виде произведения магнитного заряда G на некоторую другую постоянную K. Ну и тогда здесь останется K минус косинус θ. Хорошо, теперь давайте обратим внимание, что величина R sin θ афи, она не зависит от R. И поэтому вот это вот уравнение, оно также будет выполняться. В конце концов, значит, вот это вот решение мы получили с первого уравнения. Оно заведомо выполняется. Это уравнение тоже выполняется. И, наконец, вот это уравнение также выполняется, поскольку вот эта вот величина от R не зависит. Таким образом, вся эта система уравнений действительно полностью решена. Хорошо, таким образом, итог, с учетом того, что R и от это равняется нулю, значит, заключается в том, что мы смогли решить уравнение H равняется ротор А, и решение может быть записано следующим образом, как Ефи G разделить на R sin θ на некоторое постоянное K минус косинус θ. Таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что дивергенция H не равняется нулю, решение-то все-таки существует какое-то. Но, правда, значит, платой за то, что дивергенция H является отличной от нуля, будет следующее. На самом деле, можно заметить, что при θ равное нулю это решение не является хорошим, оно сингулярно, поскольку, значит, если θ равняется нулю, то, как следствие, sin θ равняется нулю, ну и, следовательно, А обращается в бесконечность. Ровно то же самое происходит при θ равное π. Тоже sin θ обращается в ноль. Значит, при этом θ равное нулю соответствует вот верхней полуоси, оси z. Это будет у нас θ равное нулю. А θ равное π будет соответствовать нижней полуоси, оси z. Поэтому вот то решение в общем случае будет иметь сингулярность на оси z. И это есть фактически плата за то, что дивергенция H не равняется нулю. Правда, можно попытаться выбрать постоянную k таким образом, чтобы сингулярность каким-то образом попытаться убрать. Скажем, если выбрать, значит, постоянную k равной 1, то в этом случае, скажем, А будет равняться eφg разделить на r sin θ 1 минус cos θ. И как ни сложно сообразить, что в этом случае при θ равное нулю сингулярности не будет. Потому что тогда, если θ стремится к нулю, то в этом случае 1 минус cos θ разделить на sin θ будет примерно равно 1 минус 1 минус θ в квадрате пополам разделить на θ. Ну, примерно так, это уже будет точное равенство. Будет равно, соответственно, θ пополам. И понятно, что уже бесконечности здесь не получится. Значит, будет уже конечное выражение. А если при этом θ стремится к π, а вот здесь вот сингулярность все-таки остается, поскольку в этом случае 1 минус cos θ разделить на sin θ, ну, будет примерно равно, как ни сложно видеть, значит, 2 разделить на π минус θ. И здесь, соответственно, это выражение стремится к бесконечности. Поэтому можно добиться выбором постоянной k, что сингулярность будет присутствовать, ну, только в том случае, когда θ равняется π. Поэтому не обязательно, значит, чтобы сингулярность была на все оси z, а можно, значит, загнать ее только вот на такой вот луч. Вот. С другой стороны, если k равняется минус 1, если k равняется минус 1, то сингулярность будет при θ равной 0, а при θ равной π сингулярность исчезнет. Соответственно, ну, давайте напишем так, сингулярность будет при θ равной 0. Хорошо, таким образом полностью избавиться от сингулярности невозможно. И это, собственно, как раз следствие того, что дивергенция h не равняется 0. Вот. Но, тем не менее, все-таки решение какое-то мы смогли построить. Ну, а раз у нас есть решение для векторного потенциала, то, естественно, мы можем найти и функцию Лагранжа для частицы в таком электромагнитном поле. Она, естественно, строится вот таким вот образом. Значит, плюс e к c v на a. Соответственно, скалярный потенциал φ я здесь не пишу, поскольку очевидно, что это a явно не зависит от времени. Поэтому, с учетом того, что электрического поля в нашей задаче нету, скалярный потенциал φ равен 0. Ну и, соответственно, используя, значит, сферические координаты, мы можем записать квадрат скорости. Это будет r с точкой в квадрате плюс r квадрат θ с точкой в квадрате плюс r квадрат синус квадрат θ фи с точкой в квадрате. Ну и, кроме того, нам потребуется скалярное произведение скорости на векторный потенциал, а скорость в сферических координатах имеет вот такой вид r θ с точкой плюс e φ r sin θ фи с точкой. И, опять же, выживает только слагаемое, которое пропорционально e φ. Соответственно, будет плюс e к c. e φ в квадрате – это единица. r sin θ взаимно уничтожается. Остается g, k минус cos θ и вот этот вот фи с точкой. При этом, ну, постоянное k – это было некое постоянное интегрирование по сути. И мы видим следующее, что то слагаемое, которое содержит вот это вот постоянное интегрирование, оно на самом деле есть полное производное по времени. Поскольку e, c, g, k – это все постоянные величины, то в реальности слагаемое, содержащее k, есть полное производное по времени, которое, естественно, как мы знаем, на уравнение Лагранжа не влияет. И поэтому вот это слагаемое, ну, можно просто выбросить из функции Лагранжа. И таким образом функция Лагранжа, которая описывает движение заряженной частицы массы m и заряда e в рассматриваемом магнитном поле, будет выглядеть следующим образом. m пополам, r с точкой в квадрате плюс r квадрат тета с точкой в квадрате плюс r квадрат синус квадрат тета фи с точкой в квадрате минус e, g разделить на c, косинус тета умножить на фи с точкой. Хорошо, значит, функцию Лагранжа мы построили. Давайте теперь попробуем, так же, как и в прошлой задаче, записать интегралы движения. Ну, сколько их здесь будет? Смотрите, фи с точкой, циклическая координата, поэтому сохраняющейся величиной будет компонент обобщенного импульса по фи, который получается вот таким вот предписанием. И после дифференцирования мы получаем следующее выражение. Ну, важно, конечно, не забывать продифференцировать еще и вот это вот слагаемое. Ну, естественно, значит, величина не просто этому равна, она является постоянной, не зависящей от времени, не меняющейся в процессе движения. Кроме того, значит, функция Лагранжа явно не зависит от времени, благодаря чему интегралом движения является обобщенная энергия, которая получается следующим образом. Слагаемые, содержащие квадраты скоростей, они при переходе от функции Лагранжа к обобщенной энергии не меняются. А слагаемые, которые имеют первый порядок по скоростям, вот точно так же, как и в предыдущей задаче, они просто при переходе от функции Лагранжа к обобщенной энергии исчезают. Поэтому обобщенная энергия будет иметь вот такой вот вид. При этом компоненты обобщенного импульса по R и по θ не сохраняются, поскольку как R, так и θ, они входят явно в функцию Лагранжа. Таким образом, по этой функции Лагранжа будут, очевидно, только два интеграла движения. И, стало быть, ну, вроде как задачу решить не получается. Но недостающий интеграл движения, он будет найден в следующем семестре с помощью другой функции, так называемой функции Гамильтона. И в следующем семестре вот эту вот задачу мы в квадратурах решить сумеем о том, как двигается заряженная частица в поле магнитного монополя. Вот, поэтому на сегодня, значит, вот мы на этом шаге останавливаемся. Ну и давайте теперь попробуем перейти к немножечко другому вопросу. А именно, давайте попробуем понять, а можно ли хотя бы в некоторых случаях вычислить те квадратуры, которые мы уже достаточно хорошо научились писать, и получить, ну, какой-то уже достаточно знакомый нам результат. И давайте мы, собственно, рассмотрим следующую задачу. Давайте мы рассмотрим частицу заряда Е массы М, движущуюся в постоянном однородном магнитном поле, H, E, Z. Ну, где H – это некоторая постоянная величина. Давайте попробуем записать закон движения в квадратурах, а потом эти квадратуры вычислить. Значит, поскольку в школе такая задача решалась, известно, что в этом случае частица будет двигаться следующим образом. Движение вдоль поля, значит, вот у нас Z, Y, X, значит, поле направлено по Z, и движение по оси Z является равномерным. Что же касается движения в плоскости XY, то оно происходит по окружности, и движение по окружности является равномерным. Таким образом, суммарно частица движется по некоторой винтовой линии. Хорошо, давайте попробуем получить это, ну, с использованием вот тех методов, которые мы, значит, сейчас используем. Построим функцию Лагранжа, найдем интегралы движения и попытаемся вот этот результат получить. Ну, собственно, функция Лагранжа получается достаточно легко. Значит, mv квадрат пополам плюс e к c v a минус e φ. Понятно, электрического потенциала, значит, скалярного потенциала электромагнитного поля в данном случае не будет. А что касается вот этих слагаемых, ну, как они записываются в цилиндрических координатах, мы хорошо знаем. Значит, квадрат скорости в цилиндрических координатах имеет вот такой вид, уже сегодня писали это выражение. Ну, а вот это слагаемое тоже, собственно, сегодня уже писалось. Оно записывается следующим образом, значит, e h на 2c, ρ квадрат, φ точкой. Ну, теперь мы можем использовать эту формулу, поскольку у нас поле является постоянным и однородным. Ну, интегралы движения здесь достаточно очевидны. Значит, поскольку z циклическая координата, то сохраняющейся величиной является компонентой импульса по z. Поскольку φ является циклической координатой, то сохраняющейся величиной будет являться компонента обобщенного импульса по φ, которая теперь будет иметь, соответственно, вот такой вот вид, тоже, естественно, будет постоянная величина. Ну, и, наконец, третьей сохраняющейся величиной, связанной с тем, что функция Лагранжа явно не зависит от времени, является обобщенная энергия, которая, собственно, записывается в данном случае вот таким вот образом. Ну, полностью аналогично получается ранее рассмотренным задачам. И, естественно, равняется константа. Таким образом, у нас есть три интеграла движения для задачи с тремя степенями свободы, поэтому закон движения в квадратурах мы построить можем достаточно легко. Хорошо, ну, давайте начнем с тривиального. В конце концов, значит, из первого уравнения можно выразить z с точкой, при этом pz величина постоянная. Ну, и, следовательно, это уравнение, естественно, может быть легко проинтегрировано. Получается, что z минус z0 есть pz на m, t минус t0. То есть мы как раз получили, что движение по оси z будет являться равномерным. Ну, в общем-то, разумный результат. После этого мы выражаем φ с точкой вот отсюда, z с точкой вот отсюда и подставляем результат вот в энергию. Соответственно, значит, что у нас получается? φ с точкой равняется pφ минус eH на 2c ρ квадрат разделить на m ρ квадрат. И подставляем, собственно, все это в энергию. Что получается? Получается следующее, что e минус pz в квадрате на 2m. Я перенес вот эту вот величину в левую часть после подстановки z с точкой. Значит, будет равно, соответственно, m ρ с точкой в квадрате пополам плюс pφ минус eH на 2c ρ квадрат в квадрате разделить на 2m ρ квадрат. Ну вот я подставил φ с точкой. Теперь стоящую здесь величину мне удобно будет обозначить буковкой e0. Поскольку e и pz это постоянные величины, то e0, естественно, также будет постоянной величиной. И, по сути, это будет как бы энергия за высетом энергии движения вдоль оси z. Ну и, естественно, полученное дифференциальное уравнение относительно ρ может быть очень легко решено методом разделения переменных. Вначале мы выражаем ρ с точкой. Оно будет записываться вот таким вот образом. Так, ну и опять же, чтобы, значит, не писать длинные выражения, мы представим вот эту вот величину как плюс-минус корень из f от ρ. И тогда, ну понятно, что, значит, зависимость ρ от времени будет определяться следующей квадратурой. Так, хорошо, это фактически зависимость в квадратурах вот такая. ρ равняется ρ от t. Ну и, кроме того, естественно, нам нужна и будет еще одна квадратура, которая описывает, так сказать, траекторию, то есть зависимость φ равная φ от ρ, ну, которую можно получить следующим образом. Давайте мы с вами попробуем разделить φ с точкой на ρ с точкой. При этом получится величина, естественно, dφ по dρ, как мы уже не раз демонстрировали. Ну, а, собственно, то, что здесь получится, будет выглядеть так. pφ минус eH на 2c ρ квадрат разделить на m ρ квадрат, это будет φ с точкой. А величина ρ с точкой, ну вот она у нас есть, это будет плюс-минус корень из f от ρ. Таким образом, закон движения в квадратурах в данном случае, ну, будет выглядеть следующим образом. φ минус φ нулевое равняется плюс-минус интеграл от ρ нулевого до ρ, значит, pφ минус eH на 2c ρ квадрат разделить на m ρ квадрат, корень квадратный. Ну, а здесь я все-таки не буду писать f от ρ, а напишу все вот это вот длинное выражение, ну, поскольку у меня есть желание вот этот интеграл вычислить. eH на 2c ρ квадрат в квадрате разделить на 2m ρ квадрат. И, собственно, вот сегодня я как раз хотел бы вычислить вот этот вот интеграл и показать, что, значит, результатом будет как раз уравнение окружности. Значит, что мне для этого нужно будет сделать? Значит, давайте я попробую сделать следующую замену. φ равняется pφ разделить на ρ плюс eH на 2c и умножить на ρ. Значит, при такой замене dc будет равняться минус pφ разделить на ρ квадрат dρ плюс eH на 2c на dρ. Соответственно, вот это вот ρ квадрат и вот это вот выражение, ну, в конце концов, с точностью до знака как раз дадут dc. Поэтому, получившийся интеграл, я могу записать следующим образом. Значит, φ минус φ нулевое будет равняться минус плюс, поскольку там dc и вот то выражение отличаются на знак. Интеграл, ну, пока я пределы здесь ставить не буду, dc, значит, единица разделить на корень квадратный. Давайте я вот эту вот массу, ну, внесу под корень. Соответственно, тогда под корнем у меня останется 2mE0 минус pφ разделить на ρ минус eH разделить на 2c ρ и все это выражение в квадрате. Ну, вот я немножечко его упростил. При этом, я надеюсь, вас не смущает то, что по ξ интегрируется выражение, содержащее ρ, поскольку я сейчас постараюсь от вот этого ρ избавиться и заменить его на букву ξ. Это можно сделать, если вспомнить, что есть вот такая вот формула. a минус b в квадрате равняется а плюс b в квадрате минус 4ab. Вот. В качестве а я беру вот эту вот величину, в качестве b вот эту вот величину. И тогда а плюс b в квадрате, это будет ξ. И стало быть, вот этот вот интеграл я могу представить следующим образом, что φ минус φ нулевое равняется минус плюс интеграл d ξ. Ну, пределы мы со временем, так сказать, правильные напишем. Значит, корень квадратный 2m e0 минус ξ квадрат. Ну, а, собственно, вот это вот слагаемое, ну, нам даст плюс 4p φ единица на ρ умножить e h на 2c на ρ. При этом ρ сокращается, ну и двойка тоже сокращается. Значит, таким образом получается, что вот этот вот интеграл будет равен минус плюс интеграл d ξ. на корень квадратный из 2m e0 минус, так, плюс, давайте второе слагаемое сначала напишем, 2p φ е h разделить на c. Так, ничего не забыли, вроде бы все на месте. Минус ξ квадрат. Значит, интеграл этот известен, равняется арксинус. Соответственно, минус плюс, арксинус. Значит, ξ разделить на корень квадратный 2m e0 плюс 2p φ е h разделить на c. Хорошо, естественно, это надо взять в подстановках от ρ нулевого до ρ. Вот, ну и результат может быть представлен следующим образом. Так, ξ мне еще пригодится. Так, соответственно, значит, значит, p φ разделить на ρ, вот я подставляю кси, плюс е h на 2c умножить на ρ, разделить на корень квадратный 2m e0 плюс 2p φ е h разделить на c. будет равно. Смотрите, что я сейчас делаю. Я нижний предел соединю вот с этим вот феноль. И кроме того, ну поскольку к получившемуся выражению надо будет уже применить синус, то с учетом формулы синус π плюс α равняется минус синус α, я смогу и знак в том числе учесть переопределением должным, так сказать, вот этой вот величины. Поэтому давайте я скажем так, нижний предел плюс нижний предел вот здесь, ну и плюс возможные π, обозначу φ1. И тогда вот эта вот величина у меня будет равняться просто синус φ минус φ1. Ну, где φ1 включает в себя там оба выражения на нижних пределах и возможное, так сказать, π. Хорошо, значит, и в принципе вот это вот выражение, оно уже представляет собой закон движения. Ну, в данном случае, более точно сказать, траекторию, поскольку это есть зависимость ρ от φ. На самом деле, как мы знаем, траектория в данном случае это и есть окружность. И вот это вот на самом деле есть не что иное, как уравнение окружности. Давайте в этом убедимся. Ну, действительно, смотрите, умножим это выражение на вот этот корень и еще на рот. Тогда мы получим следующее. Корень квадратный 2m e нулевое плюс 2p φ e h разделить на c. А здесь у меня будет синус φ на косинус φ1 минус косинус φ на синус φ1. Так, и на ρ, и на ρ. Вот, поскольку мы на ρ все равно можем. Давайте перепишем это выражение в декартовых координатах, учитывая, что х равняется ρ косинус φ, а у равняется ρ синус φ. Тогда что получится? А получится следующее. что e h разделить на 2c х квадрат плюс y квадрат будет равняться минус p φ. дальше будет плюс вот этот вот корень большой 2m e нулевое плюс 2p φ e h разделить на c умножить на скобочку. Первое будет у нас y косинус φ1, а второе будет минус x синус φ1. Хорошо, ну и это уже похоже на уравнение окружности. Ну, действительно, если у нас есть вот такая формула ах квадрат плюс y квадрат равняется, ну, допустим, b1х плюс b2y так, плюс некоторая величина d, то, соответственно, можно вот этого равенства представить следующим образом, как а х минус b1 разделить на 2а в квадрате плюс а умножить на у минус b2 на 2а в квадрате равняется d плюс b1 квадрат плюс b2 в квадрате разделить на 4а в квадрате 4а. Таким образом, таким образом, сейчас 4, да, а, правильно. Таким образом мы получаем уравнение, что x минус b1 на 2а в квадрате плюс y минус b2 на 2а в квадрате равняется d разделить на а плюс b1 в квадрате плюс b2 в квадрате разделить на 4а квадрат. Ну, это и есть не что иное, как уравнение окружности. Вот, при этом, при этом, давайте попробуем найти ее радиус. Очевидно, что вот эта вот величина есть r квадрат. Смотрите, в данном случае d, это и есть минус b2, значит, дальше, значит, b1, это и есть минус корень 2m e0 плюс 2pфи eH на c на косинус φ1, сейчас на, так, 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 на синус φ1, на синус φ1. Так, и b2 равняется, соответственно, корень квадратный из 2m e0 плюс 2pфи eH на c на косинус φ1. Вот. Ну, подставляя, соответственно, все эти выражения, значит, в величину r квадрат, мы получаем, что у нас будет минус pфи, да, а величина a, естественно, будет равна у нас eH на 2c, eH на 2c. Мы получаем, что здесь будет, значит, eH умножить на 2c плюс, значит, единица на, значит, 4a в квадрате будет, значит, давать нам единица на e квадрат h квадрат, так, а c пойдет наверх. И, соответственно, b1 квадрат плюс b2 квадрат. Синус квадрат плюс косинус квадрат дают единичку. Получится 2m e0 плюс 2pфи eH на c. Ну и, как несложно заметить, вот эта вот штука просто сократится с этой. Откуда получается, что радиус будет равняться корень квадратный 2m e0 умножить на c и разделить на eH. Ну, на самом деле, да, только на модуль eH, на модуль eH, поскольку eH может иметь разные знаки. На самом деле, ровно такое же значение r получается и с помощью решения школьной задачи. Ну, давайте буквально минуту это, за минуту это покажем. Действительно, в школе, как эта задача решалась, масса на ускорение по модулю, которое есть v квадрат на r, причем v, которое, так сказать, перпендикулярно, как бы, к полю, соответственно, v квадрат, в данном случае, это будет x с точкой в квадрат плюс y с точкой в квадрате, будет равно по модулю силе Лоренса. Равняется, ну, в данном случае, сила Лоренса e, c, значит, v на h, ну, в данном случае, модуль h, это есть h круглая, ну, и тоже берем это по модулю. Значит, ну, естественно, здесь тоже должно стоять v перпендикулярно по модулю. Значит, ну, понятно совершенно, что, значит, отсюда мы получаем, что v перпендикулярно на m разделить на r равняется модуль e, h разделить на c, и, соответственно, r будет равняться mv перпендикулярно c разделить на модуль e, h. Ну, с учетом того, что величина e0 представляет собой, как несложно видеть, как раз mv перпендикулярное в квадрате пополам, то это выражение может быть представлено как 2m e0 умножить на c разделить на модуль e, h. Ну, сравнивая вот это вот выражение с этим, мы видим, что действительно у нас получается равномерное, ой, получается движение по окружности, ну, только единственное, центр этой окружности, конечно, находится не в начале координат, ну, а где-то чуть-чуть сбоку. Ну, может быть, либо вот такая ситуация, значит, либо второй вариант, может быть, ситуация вот такая вот. Сейчас так вот, это вот должна быть окружность. Вот. Хорошо. Значит, на самом деле, ну, значение Pφ, оно как раз, так сказать, позволяет различить вот эти вот две ситуации. Ну, об этом мы, наверное, сегодня говорить уже не будем. Ну, давайте вот в качестве домашнего задания я предлагаю вам вычислить квадратуру, определяющую зависимость ρ от времени, и показать, что движение по окружности вот этой вот будет являться равномерным. Хорошо, тогда давайте мы сегодня на этом закончим. Всего доброго. Продолжение следует...